Среди тех, кто ведет здоровый образ жизни, все чаще говорят не о диетах, а о сбалансированном питании. Ведь важен не только объем принимаемой пищи, но и регулярность ее приема, состав продуктов. За последнее время, благодаря научным разработкам, в этом вопросе удалось сделать некоторые открытия. У нас существует основных четыре типа жиров. Это два вредных, два полезных. Вредные такие, как трансжиры, быстрое питание. Это в чистом виде жиры, сладкое. Второй вредный жир, это уже насыщенный жир. Это, опять же, относится больше к животным жирам. 25-30% это не окисляется в организме, соответственно, остается, опять же, в виде истерального жира. И переходим уже на полиненасыщенные и на мононасыщенные жиры, такие как злаки, орехи, что советую, опять же, нашим пациентам, именно в виде перекуса. Тогда и насыщение пойдет, и, опять же, обмен жировой будет нормализован. Соблюдение известных всем правил, не есть после шести и выпивать 2 литра воды в день, не всегда стоит воспринимать буквально. В современной диетологии вопросы сбалансированного питания решаются индивидуально. Здесь необходимо сдавать общий анализ скорой, анализы биохимические. Это рассматривается как мной, так же и нашим терапевтам. То есть это индивидуально. Рассмотреть группу крови, генетическую, опять же, предрасположенность. И после этого уже записывать рекомендованное питание. Ведется также дневник питания, чтобы исключить ошибки. Проблемы лишнего веса – частый спутник сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому перед составлением программы питания пациентов направляют к кардиологу. Кардиограмму обычно делают людям с патологией со стороны сердечно-сосудистой системы. Делается это для того, чтобы проследить динамику. То есть есть ли изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, то есть со стороны сердечной мышцы. У полных людей сердечно-сосудистые заболевания бывают намного чаще, чем у людей с нормальным весом, с нормальной массой тела. То есть идет дополнительная нагрузка на сосудистую систему, идет дополнительная нагрузка на сердечную мышцу. Точно так же сердце у нас может покрываться жировой капсулой, то есть это висцеральный жир, который покрывает ее сверху. Предрасположены люди к инфарктам миокарда и к другим сердечным патологиям. Лишний вес дает нам дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. И поэтому здесь необходимо спрофилактировать данные заболевания. Для того, чтобы узнать соотношение жировой массы, мышечной массы, количество жидкости в организме, мы проводим такое обследование, как биомбедансный анализ. И уже индивидуально идет подбор питания, калорийности. Либо мы проводим лимфодренажные процедуры. Если наличие жидкости превышает норму, либо мы добавляем, наоборот, питьевой режим для человека. В общем, все это подбирается, в принципе, индивидуально. Люди с дефицитом массы тела, как правило, имеют очень много дефицитов в организме. То есть это дефициты и микроэлементов, это дефициты и витаминов, минералов, кислот в организме. То есть и все недостатки, все вот эти дефициты точно так же будут сказываться и на сердце, на сердечную мышцу, и на сосуды, и, в принципе, на все другие органы точно так же. Поэтому дефицит массы тела точно так же нужно восстанавливать. Положительные изменения в организме, снижение веса и улучшение самочувствия произойдут только при комплексном и системном подходе. А значит, соблюдать рекомендации и наблюдаться у врача в динамике необходимо постоянно.